В столице также стартовал второй съезд Союза общин коренных малочисленных народов Севера. В течение двух дней будут обсуждать вопросы социальной поддержки и образования кочевых родовых общин, проблемы охотничьего и традиционного рыболовства, устойчивого развития, оленеводства. Отдельно остро стоит вопрос здравоохранения. К кочевым родовым общинам, прописанным не в местах компактного проживания, не предусмотрены бесплатные медикаменты. Также из-за нехватки врачей оленеводы годами не проходят диспансеризацию. У нас оленеводы живут, ну прописано Аллахюни в Солнечном и Бигуренке. Но они редко приезжают в эти рабочие поселки. Это раз. Во-вторых, в этих рабочих поселках нет, кроме Солнечной, нет врачей. В Солнечном один врач на бывший районный центр, который и скорая помощь, и терапевт, и хирург, все в одном лице. Она в лес не выезжает, на участки не выезжает. Поэтому медицинским обслужением диспансеризации эти люди не охвачены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...